Приветствую всех искренне любящих Господа Иисуса Христа. Хочу с вами сегодня поделиться одним словом из Писания. Основу для этого слова мы возьмем 1 Коринфянам 10 глава. Апостол Павел здесь говорит, что все израильтяне, которые вышли из Египта, ели и пили из духовно последующего камня. Камень же был Христос. Итак, Христос как камень. И сегодня мы будем говорить об Христе как о камне, отверженном от тех, которые были строителями Бога, Его дела, Его сотрудниками, Его сработниками. Мы замечаем очень удивительную историю из жизни многих духовных людей. И образ всех этих людей приводит к одному прекрасному образу. Это образ Иисуса Христа. Бог от начала предназначил, чтобы вот этот образ был в каждом из нас. Он предназначил, чтобы каждый из нас был подобен Сыну Его, то есть Иисусу Христу. Это говорится 8 глава Римлянам 29 стих. Итак, Христос. Псалмопевец говорит так. Камень, который отвергли строители, стал главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Какая дива там? Что здесь дивного? Что вот это случается? Почему работники Бога Живого, они должны отвергать этот камень, которого Бог берет и ставит головою угла? Удивительно, но вот этот почерк Божий проходит по всей Библии. И мы встречаем этот камень везде. Принабрежный камень, который как бы открывается, как Христос. Этот камень мы видим в жизни Манноя, отца Самсонова. Мы замечаем, что у него в поле был камень. И камень, который находится в поле, где человек пашет для того, чтобы содержать свою семью, конечно, мешает. Люди все стараются очищать свое поле. И в середине этого поля находится камень. И если бы не этот камень, конечно, этот человек мог бы побольше пахать и побольше бы сеять. И побольше бы собирать в свое время урожай и плод из своего поля. Чтобы содержать свою семью и свою будущность. Но был там камень, и, конечно, этот камень мешал этому человеку. Но однажды Бог посылает своего ангела. Бог приходит туда через ангела. И Бог говорит к жене Манноя, что они будут рожать сына и будут называть Самсоном. И он будет судьею над Израилем и будет спасать Израиль. Манноя просит у Господа, чтобы Господь снова посылал этого человека Божия, потому что он не понимает, что имеет дело с самым Богом. Он думает, что это какой-то пророк, это какой-то человек, что, естественно, так пришел, пристал перед ними. И он разговаривает с ним. И вот пришел этот человек, этот ангел, и Бог через этого ангела пришел и стал перед ним. Пришел как человек, потому что Манной как бы свободно разговаривал с ним, не боясь. И когда, я не знаю, может быть, Манной решил испытать, это Бог или не Бог, и он решил приготовить для него угощение. А тот не отказался. И когда тот принес это угощение, ангел сказал, положи на скалу, на этот камень. И Манной положил на камень. И когда Бог принял вот это как жертвоприношение, вот этот камень превратился в жертвенник. Манной и не мог подразумывать в своей жизни, что однажды камень, который ему мешает в середине его поля, станет когда-нибудь жертвенником. Тем более, когда Господь дал свое время приказания израильскому народу, чтобы они строили жертвенник Божий без обтесанных камней. Потому что было сказано, когда твое тесло будет прикасаться к камню, то ты осквернишь жертвенник. Итак, это был естественный жертвенник. Это был не обтесанный камень, утес какой-то, который выходил из земли и находился в поле его у Маннойа, и который мешал ему. И этот же камень стал жертвенником, и Бог принял эту жертву. Манной с женой упали на лица свои, и Манной сказал, что точно мы умрем, потому что мы встретились с Богом, мы увидели Бога. Жена успокоила и сказала, что если бы Бог хотел бы нас умертвить, то мы давно были бы мертвы. И Бог благословил их. Это же чудесно, когда в твоей жизни, на твоем поле есть нечто, которое как бы соблазняет тебя, который как бы, с которым как бы ты постоянно притекаешься. Притекаешься и притекаешься. Что это за соблазн? Что это, с чем ты притекаешься? Это как бы встреча апостола Павла со Христом Иисусом. Не зря же Иисус при встрече с апостолом Павлом в девятой главе Деяния апостолов говорит так. Трудно ударить, бить о камень ногою. Трудно. Это обозначает, что он показывает, что это невидимый камень. Это камень из Христос, о котором апостол Павел ударил ногою. Он еще не был апостолом. Это был Савал. И Бог хотел его сделать величайшим из великих апостолов. Слава Господу за Павла. Итак, мы переходим в другое место. Мы приходим к другому суде, к Гидеону. Гидеон тоже встретился со Христом, с Богом встретился там, как с камнем. Он, когда ангел подошел к нему, и когда ангел говорил ему слово, он сказал, «Подожди, пока я принесу для тебя угощение». Тот сказал, принеси. Тоже это была естественная встреча. Тоже Гидеон не понимал, что он разговаривает с ангелом Божиим, с Богом разговаривает. Он не понимал, он не ощущал этот момент. Ошущал этот момент. И когда он пошел принести все это, он принес, тогда ангел сказал, положи это на камень. Там, у дуба его отца, там был камень. И вот на этом камне он положил это, и Бог принял это как жертву. Автоматически. Если жертва значит жертвенник. И этот камень превратился в жертвенник Бога Живого. И Бог принял эту жертву. Потом Господь сказал Гидеону, не бойся, не умрешь. Потому что внутри у Гидеона были мысли, что встреча с Богом. Он не ощущал, он не понимал, что встретился с Богом Живым. Поэтому вот такие им процессы происходили с человеком Божиим, через которого Бог должен был спасать израильский народ. Что же с тобою случается, когда в твоей жизни есть определенный камень? И ты не знаешь, что это присутствие Христа. Каждая жертва, каждая ситуация в твоей жизни, в котором ты должен жертвовать, каждую чашу, которую Господь тебе дает, чтобы ты пил и выпил эту чашу до конца, сначала это тебе кажется горькою. Но в конечном итоге, когда ты понимаешь и осознаешь, что вот эта чаша, именно чаша Господа Иисуса Христа, когда Христос сказал, что чашу мою будете пить, и крещением моим будете креститься. Не об этом ли говорит Христос, когда ты не знаешь, что в твоем поле действий, там, где ты пашешь и работаешь, трудишься ради Господа Иисуса Христа, в ежедневной твоей жизни, в естественных твоих условиях, тогда ты не понимаешь, что это для Господа. Вдруг вот этот естественный процесс происходит в твоей жизни, и ты понимаешь, что это естественный жертвенник. И там жертва идет, что то, что ты принимаешь из рук Господа эту чашу, это уже твоя жертвенность, и Бог принимает твою жертвенность, и ты подобишься Христу. О, слава Господу, это так чудесно. Давайте посмотрим на другое местописание. В Первом Царстве мы замечаем, что был один прекрасный человек, его звали Иисус. И его поле находился именно на границе со филистинской страной. И тогда это было очень опасное место жития и очень опасное место для возделывания земли. Почему? Потому что когда филистинляне нападали на израильский народ, чтобы отбирать, чтобы убивать, чтобы разграбить, все унести, тогда первым на их пути попадало его поле. Именно в центре его поля был камень. Камень тоже своими размерами, это был большой камень. Если бы это был маленький камень, он бы давно снял бы этот камень оттуда, но это был большой камень, и этот камень ему мешал, потому что пространство ему нужно. Если враг отбирает, значит он, если больше будет сеять, если у него будет больше прибыли, если их враг будет отбирать, хотя немножко останется у него, чтобы тот мог содержать свою семью. Но случилось нечто. Сыновья первосвященника грешны, и они должны умереть по Слову Божию. И так во время битвы они умерли, и ковчег Божий попал в плен. Псалмопевец будет петь так, что Господь разгневался над израильским народом за их грех и за грех этих двух молодых людей, священников, сыновей Илли, и Он предал свою силу во плен врагу. Так красиво здесь говорится, когда Бог, будучи всемогущим, позволяет говорить, что свою крепость, свою мощь он предал в плен. То есть позволил, чтобы его взяли в плен. Как в свое время позволял Самсон этого делать? Самсона связывали, как будто смогли связывать. Так же, значит, в образе Самсона связывали Бога. Сколько раз в твоей жизни связывают Бога? Вот эти ситуации, которые приходят к тебе, сколько раз Бог позволяет, чтобы в твоей жизни Он был связан и отдан в плен. Сколько раз ставиться рядом с определенной ситуацией, как поставили ковчег Божий рядом с догоном филистимляне. И когда это происходит с тобою, вдруг тебе кажется, что вот эта ситуация очень сильна и очень трудно одолеть. Вроде равномерно посели, но потом Господь открывает тебе тайну, и тогда догон падает, ломает свои руки, ломает свою шею, головой и руки в сторону, туловище в другую сторону. И филистимляне взяли вот свой догон в сторону и взяли ковчег завета. Они настолько боялись Бога, они настолько испугались, что даже не открыли крышку ковчега завета Божия. Почему? Откуда мы знаем, что они боялись? Потому что, когда ковчег завета появился в стане израильском, они так начали кричать от радости, что написано, «Земля стонала». Филистимляне спросили, «Почему такой крик там?» Ответила разведка, что это ковчег завета Божия, их Бога, вот привели туда. И филистимляне сказали, «О, это могущественный Бог! Не ослабевайтесь сердцами, будьте готовы к битве!» И они боялись, они знали могущество Господа. Потом филистимляне позвали своих, значит, ясновидцев и спросили, «Как нам поступать за этим ковчегом?» Они сказали, «Вы должны давать жертву повинности». Я поражаюсь на это, что враг понимал, что такое жертва повинности, что это из себя представляет. Жертва повинности. Они должны были давать жертву повинности. Вот какая разница между жертвою за грех и между жертвою повинности? Жертва за грех – это то, что человек явно согрешил и явно знает, что он в грехе находится и он должен покаяться в этом. Но жертва повинности то же самое, но отличается тем, что человек не знал, что он согрешил, потом узнает, и он должен давать ту же самую жертву. Но это называется жертва повинности, потому что он согрешил, не зная, что согрешил. И вот филистимляне так мудро поступили в этом плане. Они взяли копчег завета, не открывая. Это была честь со стороны их к Иегове, как к Богу. Они положили это, поставили это на новую колесницу, навючили туда двух только родившихся, коровы, которые родили, телят, и вот этих коров навючили туда, а телят отдельно, и направили в сторону израильского народа. Коровы, мычая, подошли к поле вот этого Иисуса Вевсамитянина. И в Вевсамисе люди работали там. Когда они увидели копчег завета Божия, они обрадовались и взяли этот копчег завета Божия и поставили на том камне, который находился в середине поля Иисуса Вевсамитянина. Удивительно, удивительно. Это что-то прекрасное. Никогда этот человек никогда не смог бы фантазировать, никогда не мог бы думать об этом, что то, что ему мешало, то, что было соблазным для него, то, что было притыканием для него, на что он, может быть, и ворчал когда-то, что-то случалось перед Богом, почему этот камень здесь у других удил вроде чистый, они очистили свои поля, там нету камня, а вот в моем поле, в середине этого поля такой камень большой. И вот они взяли и поставили на этом камне ковчег Завета Божия, и этот человек именно тогда понял, что это место жилья Бога. Это был Христос во образе, потому что этот камень показывал то место, где Бог может просто-напросто покоиться. но замечаем в процессе, что они не дали дань уважения к Богу, открыли ковчег, из-за этого были поражены. Посмотрим на действия Господа. Господь удивителен. Мы замечаем, что Господь показывает, что у человеческой души есть враг. Этот враг человеческий значит есть сатана. Он падший ангел и у него ничего собственного нет. Все, что он видит, он как бы имитирует у Бога, от Бога. Все, что он видит у Бога, начинает делать так, чтобы обмануть людей. И для того, чтобы обмануть человеков, так как эти утесы, эти камни выходили из земли, из недор земли и показывали как бы образно присутствие Христа в жизни человека верующего. Именно в 13 главе книги Откровения замечаем, что как утес, как камень, он выходит из недра земли, то есть из среди человеков. И он снаружи имеет два рога аганчих, то есть он снаружи похож на Христа. Он хочет имитировать Христа, но говорит как дракон, то есть его учение именно дьявольское и для того, чтобы обмануть людей. О, да упасет нас Господь, чтобы нам не быть обманутым в этом плане. В книге Даниила мы встречаем Иисуса Христа как камня могущественного, который без помощи рук человеческих был оторван от горы и прилетел и ударил об ноги истукана, огромного истукана. Истукан, который построил вот царь Навуходоносов. И этот истукан был сделан из золота, из серебра, из меди, из железа и глины. И вот этот камень ударил об ноги этого истукана и все это раздробил на части и все это превратился в пыль. А камень, сам камень стал таким большим, огромным, что написано наполнил всю землю. Мне очень нравится этот момент, когда этот камень становится настолько большим, что наполняет всю землю. То есть больше ничего нет, есть только Христос. Что это такое? Что случается? Что хочет Бог этим сказать? Господь этим показывает свое прекрасное присутствие в жизни искренного верующего человека. Что в твоей жизни все, что может быть, это может быть по образу того, который позволяет это в твоей жизни. Что же может быть в твоей жизни? Во Христе Иисусе мы замечаем величайшее терпение. Христос, когда пришел, написано «в мире был, и мир через него начал обить, но мир его не познал». А тебя познает мир, тебя узнают. Апостол Павел говорит «мы неизвестны, но нас узнают». Да мы неизвестны, мы никто для мира сего, но нас узнают. И ненавидят по этому же образу, тебя, потому что в этот мир никогда Бога не любил и не будет любить, и тебя возненавидят этот мир. И пришел к своими, свои его не приняли. Ну и, конечно, и с тобой это случается. Ты как камень есть, камень преткновения и камень соблазна для всех, и для твоей семьи, и для твоей общины, и для других людей. Ты камень соблазна и преткновения, как и Христос был камнем соблазна и преткновения. И написано, что тем, которые поверили ему, то есть верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, и тебя тоже будут некоторые люди принимать. Они будут верить, что ты человек Божий, и ты трудишься на Ниве Божьей. И как написано, кто примет пророка во имя пророка, получит награду пророка. Кто примет праведника во имя праведника, тот получит награду праведника. В общем, есть люди очень многие, которые будут тебя понимать и принимать как пророка и праведника, так что ты должен укрепиться и никогда не ослабевать, не расслабевать руки и колени твои. Так что утвердись в Господе, будь силен во Христе, иди вперед, никогда не ослабевайся. Итак, этот камень есть Христос, который время от времени дает о себе знать, и он есть камень соблазна и преткновения. Апостол Петр говорит, и вы как живые камни устроите из себя дом духовный, в котором будете приносить духовные жертвы. Итак, апостол Петр показывает, что каждый из нас есть камень, и самое главное, что мы есть камни живые, и вот из этих живых камней мы должны устраивать этот духовный дом, вот этот храм, в котором должны принести духовные жертвы. Мы камни, значит, мы есть последователи Христа Иисуса. Он есть основание, он есть краеугольный камень, он есть голова. Если было принадлежено со стороны людей в отношении Христа, то это принадлежение должно быть и в нашей жизни. И вот этот камень, который принадлежали строители, и будут принадлежать и сейчас в твоей жизни. Те строители кто? Это верующие люди, это люди, которые строят, это люди, которые с работниками с Богом, они будут отвергать, и ты будешь отверженным камнем, каким отверженным камнем был Христос Иисус. Так что ты должен понимать, что если ты хочешь быть искренным учеником Иисуса Христа и последователем Сына Божия, то, что случилось в его жизни, должно случаться и в твоей жизни, и это не должно соблазнять тебя. Вот почему псалмопевец говорит, что любящим закон твой нет преткновения, то есть те люди, которые любят закон Божий, нету для них преткновения и у них мир в душе. Это 118 псалом. Это